Ярко и с размахом на этой неделе отметили главный праздник белорусской государственности – День независимости. В столице площадки для гуляний разместились в каждом районе города. Заканчиваем неделю тоже праздником – Купалья и продолжаем готовиться ко вторым играм стран СНГ. Уже дан старт обратному отчету. По порядку в этом выпуске. День независимости – главный праздник каждого белоруса, патриота своей страны. Отмечать этот день колоритно – традиция. Центральным местом праздника стал Курган Славы – памятник – символ доплесной самоотдачи и неутомимого стремления советского народа к победе. Молодежь и ветераны возложили к монументу цветы и венки. В церемонии участвовал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Великая Отечественная война научила белорусов ценить жизнь, мир и свободу. В столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле. Только вместе мы можем быть свободными и независимыми. Присутствующие почтили память о героях минутой молчания. Затем гостей угощали, знакомили с историей страны и удивляли мастер-классами. В Минске церемония возложения цветов состоялась у монумента победы. Власти города, представители общественных объединений, белорусские спортсмены и артисты – все объединились ради общего дела. Председатель Минграсполкома Владимир Кухарев подчеркнул значимость праздника. Народный праздник, потому что действительно народ создавал страну, народ ее защищал, народ трудится, народ делает все для того, чтобы страна была экономически сильным государством, страна была свободным государством. И сегодня народ – главное в нашей стране. Сегодня, когда мы уместим, мы действительно народ Беларуси. От станции метро «Площадь Победы» отправился поезд «Семьям». Беларусь – это шесть регионов и столица. Брендированный поезд останется курсировать в обычном режиме, рассказывая пассажирам о всех регионах страны. Громче всего День независимости отмечали на площадке около Дворца спорта. Песни, танцы, кароаки, батл, вкусная еда и удивительные сувениры ремесленников. Программа насыщенная. Очень рады, что у нас мирное небо над головой, что у нас дети живут в такой стране. Я его каждый год праздную именно здесь, на этом месте. И праздную по-настоящему, как положено. Я сам военный, военный летчик. Завершился праздник гала-концертом около Стеллы Минск, город-герой и фейерверком. В эфире вечернего политического канала политолог Вадим Елфимов обсудили дату Дня независимости и историю возникновения праздника. Вот то, что Александр Григорьевич выдвинул эту инициативу, да, и потом на референдуме она была поддержана, он увел, как бы, да, не изменяя название, но увел это к бессмысленности, к осмысленному развитию всей страны. Поэтому мне лично вообще даже ближе самого названия День республики было бы, чем просто независимостью. Родиться в День независимости определенно хороший знак. В праздник на свет появился 121 белорус. 20 из них – минчане, 11 девочек и 9 мальчиков. По традиции мам ждали подарки от Белорусского союза женщин и объединения «Белая Русь» администрации районов. Акция проходит с 2004 года, а мамы получили в подарок комплекты необходимых вещей для новорожденных. Поздравила мам председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин Ольга Чемоданова. Конечно, в первую очередь, прекрасный повод еще раз поблагодарить наших женщин за то, что сегодня, как бы тяжело кому-то не приходилось, в каких бы условиях они не находились, но они понимают, что самое большое счастье для матери – это родить ребенка, воспитать этого ребенка. Историей рождения на свет сына в роддоме пятой больницы поделилась Татьяна Крупенич. У меня в семье сейчас третий ребенок родился, это третий богатырь. Так получилось, что родился в праздник, чтобы были салюты каждый год. Больше двух миллиардов рублей власти города направили на развитие столичного здравоохранения. Это почти 25% бюджета Минска. Об этом стало известно на заседании Мингосполкома. Напомню, ранее глава государства высказал ряд нареканий по поводу вскрытых негативных фактов в системе здравоохранения. Устранить их – задача номер один. Вторые игры стран СНГ – главное спортивное событие года. До крупных стартов остается всего месяц. В честь этого состоялся велопробег от главных спортивных объектов города – финиш на Дворце спорта. Участники нажали символичную кнопку обратного отчета. Три, два, один, старт! Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил важность предстоящих игр. В очередь цель проведения и цель, которая ставилась перед играми стран СНГ – это просмотр ближайшего резерва. Это мы должны видеть те таланты, которые через 3-4 года уже будут представлять нашу страну на Олимпийских играх, на мировых различного рода форумах. Как будет выглядеть форма спортсменов, волонтеров, карта гостя и медали – тоже уже известно. Презентация образов и символов прошла в ратуше. Вторые игры стран СНГ планируют объединить около 3000 спортсменов. Соревнования по 20 видам спорта пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси. Зеленые классы белорусской столицы – уникальный проект, прививающий любовь к природе с детства. Очередная полевая практика зеленоклассников подошла к концу. Как прошла смена, узнала главный редактор редакции мультимедийных проектов Оксана Канашиц. Вот оно, счастливое детство в городе! Расскажи, как тебе удалось так высоко забраться? Я просто нахожу себе опору для рук на деревья, которые не умеют залазить, просто думаю, как залезть. На ходу думаю. Когда лезу, думаю, так, надо зацепиться за этот сучок или за эту ветку. Зеленые классы создаются на базе учреждений образования, расположенных вблизи города птиц и других экологических троп столицы. Изучать природу и наслаждаться – ею девиз зеленоклассника. Такая практика дает каждому ребенку возможность почувствовать себя юным исследователем, сделать первые шаги в сохранении окружающей среды. Лучшего социального работника выбрали в конкурсе «Минский мастер». Финал прошел в столичном доме-интернате для пенсионеров. Участвовали 9 специалистов, каждый представил свой центр соцобслуживания населения. Соревнование прошло в три этапа – теория, практика и творческие выступления. О важности профессии рассказала заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингородсполкома Ольга Василевская. Профессия социального работника нужная, важная и то, что мы гордимся своей профессией. И я уверена, что каждый, кто сегодня на сцене и кто сегодня в зале, и я в том числе могу сказать, мы социальная защита Минска, я этим горжусь. 12 лучших бизнесменов страны, из них 6 – жители столицы. Конкурс «Человек-дела» прошел в 28-й раз. Топ-руководители отметили за вклад в развитие внешнеэкономических связей страны и повышение престижа марки «Сделано в Беларуси», безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях и не только. Наталья Шаблинская, победитель номинации «За особый вклад в развитие ритейла в Беларуси», рассказала о своем деле. Я действительно стою у истоков создания ритейла, сетевого ритейла в нашей стране. Большая перспектива в этом участке бизнеса. Лауреатам вручили дипломы и памятные призы на коне. Конкурс «Человек-дела» – самый престижный в деловом мире страны. Успешный бизнес формирует сильную экономику. Купалья – один из древнейших обрядовых праздников. По народному поверью, в этот период вода обладает волшебной силой, а тот, кто найдет цветок папоротника, обретет способность заглядывать в будущее. Праздник прошел в Чижовке. Плести венок и искать папороть к ветку отправился наш корреспондент Полина Макей. Расскажите, что для вас значит праздник купалья вообще? Это такой праздник, который, наверное, ждут все, поскольку связано с традицией. В купальскую ночь искать папороть к ветку. Ну, а мы создаем настроение. Народная музыка, танцы и обряды развлекали горожан. Там же разнообразие угощений. Кульминация праздника – зажигание костра. Торжество посвящено рассвету природы, победе света над тьмой и летнему солнцестоянию. Масштабные гуляния в честь Дня Ивана Купалы пройдут 7 и 8 июля в Ботаническом саду. Организаторы обещают этномузыку и аутентичные обряды. Турнир по стрельбе из пневматического оружия состоялся в Минске. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко в мастерстве сразились работники физической культуры, спорта и туризма. Соревнования посвящены Дню независимости. В последнее время стрельба уже становится одним из самых первых видов спорта в образе жизни, потому что регулярные соревнования не дают расслабиться, нужно каждый раз готовиться и готовиться. Состязание провели в двух упражнениях – стрельба из пневматического пистолета и из пневматической винтовки на 10 метров. По итогам турнира определили личное и командное первенство. Стрельба – мастерство, которым должен владеть каждый сотрудник департамента охраны. В новом выпуске проекта «Минска Томы» Максим Морозов. Парень успешно совмещает службу в департаменте и спортивную карьеру. На следующий год цель амбициозная – стать мастером спорта по пятиборью. На практических занятиях по огневой подготовке мы стреляем из боевых пистолетов. За каждым сотрудником закреплен свой пистолет Макарова, номерной, с которым конкретно сотрудник приходит на службу, заступает на службу и, соответственно, после смены свой пистолет отдает на хранение в пункт вооружения. Всегда техника безопасности на первом месте. Смотрите новый выпуск проекта уже на следующей неделе на нашем YouTube-канале. Лето – время витаминов за свежими и качественными продуктами по приемлемым ценам на комаровку. Как выбирать безопасные овощи, фрукты, ягоды и грибы узнала наш корреспондент Каролина Прокофьева. Перед пробой просите продавцов промывать ваши ягоды, либо делайте это самостоятельно. Тогда сезонные продукты точно принесут вам удовольствие, а не вред. В выборе продуктов всегда помогут и сами продавцы, готовы консультировать, давать пробовать, но соблюдая правила гигиены. Помидор не хранится в холодильнике. Его лучше просто темненькое место положить в открытом виде и не хранить в этих пакетах. Комаров, Катабры, Валерьянова – какой рынок меньшане любят больше всего? Смотрите в сюжете на нашем YouTube-канале. Музыкально-туристический сезон продолжается в столице. Насладиться классикой можно на площади свободы. А если автомобилей для вас больше, чем средства передвижения, отправляйтесь на фестиваль «Автокульт». Не упускайте лето и до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok